всем доброй ночи доброго вечера я сегодня немножко позже потому что укладывала детей спать так вот укладывала я детей спать и все думаю как мне сделать моих детей счастливыми я так хочу счастья моим детям наверное как каждый родитель как каждая мама как каждый папа для своих детей хочет радости хочет счастья и я вспомнила такую историю как один человек идет по улице он видит как один так тяжело работает вот так напрягается он говорит а что ты делаешь он говорит я страдаю я работаю ради моих детей он говорит да да потому что мой прапрадед работал и страдал для моего прадеда мой прадед страдал и работал для моего деда мой дед страдал для моего папы мой папа страдал для меня я буду страдать для моих детей чтобы они были счастливыми этот человек у него спросил скажи тогда мне а кто в твоей семье был счастливым человеком он говорит ну никто зато мои дети и внуки будут я для них страдаю и так каждый думает что если он будет страдать и стараться всего себя вкладывать да все для детей все для детей я работаю я страдаю это все все для детей они думают что они таким образом сделают детей счастливыми детей радостными и здесь самая главная ошибка как вы думаете как мы с вами можем научить наших детей быть радостными быть счастливыми и на этот вопрос я отвечу немножко в конце эфира если хотите можно в комментариях поразмышлять как мы можем сделать наших детей счастливыми но при этом не в ущерб себе да и поговорим вообще про радость и про грусть в начале нашего эфира написано что кое-кто очень не хочет чтобы мы радовались и кое-кому выгодно чтобы мы грустили как думаете кому злое начало в нас с вами сидит злое начало которому очень невыгодно когда мы радуемся когда мы радостны до когда мы в восторге почему потому что когда мы грусти нас нет сил мы такие пассивные усталые мне ничего не хочется да когда человек находится в унынии в такой апатии ему быть ну вправду нужно ничего не хочется зачем мне это делать зачем это да не хочу ничего и злое начало говорит о я добился этого теперь он не будет выполнять заповеди теперь он не будет так таким супер до достигать чего то пусть пострадает пусть погрустит и от выгода от грусти есть только у злого начала человеку не выгодно грустить вообще ну никогда и мы с вами знаем что радость это навык да это это работа над собой это огромный труд да тут как-то среагировать помягче да здесь принять с радостью здесь что-то сделать для своей радости не ожидая что кто-то для меня будет делать что-то для радости до весь в основной самый секрет в радости это тот что нам никто по сути ничего не должен и наша радость зависит только от нас только от меня зависит у меня сейчас хорошее настроение или нет да понятно что есть трудности есть усталость но в основном вся наша жизнь это наше восприятие этого мира так вот поэтому у наших с вами руках выбирать мы сейчас радостны или грустны и помнить что грусть она не дает нам никакой пользы грусть она отнимает у нас время она отнимает у нас силы она нас тормозит вот например да когда у меня родился старший сын у меня было очень мало времени молиться и я себя за это очень сильно грызла как это у меня нет времени я всегда молилась вовремя а тут я к вечеру вспоминаю что я пропустила молитвы мне было стыдно мне было тяжело и я так потихоньку потихоньку начинала грустить унывать грызть себя и ничего не делать почему потому что мне грустно почему потому что у меня нет сил ничего ничего делать это и это было на руку зло ну началу он такой а все загрустила еще три дня ничего не будет делать а через 3 день опять что-то сейчас сделаю чтобы она еще раз загрустила и еще три дня на нечё не будет делать, да, но это правда, когда мы находимся с вами, скажем так, в ресурсе, в радости, тогда у нас с вами больше всего и получается в этой жизни продвигаться, и как мы уже с вами вначале задали вопрос, как нам с вами сделать наших детей счастливыми и радостными, страдая ради них, работая ради них и говорит, да я ради тебя всю свою молодость потратила, да я ради тебя столько работал, упрекая их, нет, конечно, уже в комментариях я видела, кто-то правильно написал, что самое главное, что мы можем дать нашим детям, это научить их радоваться, научить их быть счастливыми, научить ловить этот момент, смотри, птичка запыла, ты видел, какая она красивая, научить их радоваться, быть легкими людьми, без вот этого вот напряжения, да, ну разлилось, ну ничего, давай посмотри, какая лужа, давай покалякаемся в ней, да, это все смешно, можно просто нашу жизнь и вправду облегчать, сейчас столько зла в этом мире, столько вот этой тяжести, хочется же быть легче и пусть у нас будет получаться передавать вот эту вот легкую радость нашим детям, да, учить их быть благодарными, учить их быть радостными, учить их, не знаю, останавливаться и ловить вот этот момент и кайфовать, учить просто, просто быть легкими, но как мы можем их учить своим примером, показывая свое счастье, показывая свою радость от того, что я делаю, да, как мы можем нашим детям привить любовь к иудаизму, к заповедям, не заставляя их быстро помолись, ты что еще это не сделал, да как ты можешь, нет, конечно, мы должны им показать, как это красиво, в свое время я приблизилась к иудаизму именно посредством семей, которые это все делали с радостью, они звали меня в гости, они показывали, они показывали, как это приятно и как классно выполнять эти заповеди, именно посредством вот этой радости, легкости я и приняла это тоже на себя, и мы своим примером можем также научить наших детей, показать им, что важно в этой жизни, что важно, важно то, как мы проживаем наш каждый день, как мы, что мы берем из этого дня, как мы проводим, как мы радуем наших близких, да, вот это самое-самое радостное, и более того, конечно же, мы не можем затронуть радости, не дотрагиваясь до нашей Торы, нашей святой Торы, а что такое радость по Торе? Знаете, здесь вспоминается рассказ про раби Йосеф Ицха Кашнерсона, когда его посадили в тюрьму, то, значит, полицейский, который там был, он начал так со злостью и скептически с ним общаться, и, значит, говорит ему, ты знаешь, я каждый раз, когда делаю пытки над вами, евреями, он говорит, я получаю столько сладостей, что мне после этого не надо сахарить мой чай, мне настолько классно над вами издеваться, вот это то, что он сказал рабе Йосеф Ицхаку, да, что он настолько нравится, вот это вот, что ему даже не это, теперь рабе Йосеф Ицхак из этого сделал огромный пример, противоположный, он говорит, что как ты можешь пить свой чай, если у кого-то нет этого чая, как ты можешь научиться радоваться, поделиться своим чаем, поделиться своей радостью, не знаю, если ты, у тебя есть шоколадка, и ты видишь, у кого-то нет, поделиться, и ты увидишь, что от вот этого действия, когда ты делишься чем-то, когда ты делаешь кому-то приятно, и ты удивишься, насколько это освещает тоже тебя, по Торе радость можно достичь посредством, когда ты делишься, когда ты делишься, не знаю, своими мыслями с близкими, друзьями, когда ты общаешься, да, то, что у тебя на душе, когда ты делишься, ты знаешь, что кто-то ищет работу, и не может найти, ты помогаешь ему, кто-то ищет себе пару, не может найти, ты помогаешь ему найти пару, да, кто-то спрашивает у тебя какой-то совет, ты помогаешь ему, по Торе радость можно достичь, вот такой секрет, как достичь радости постарайтесь больше нужно постараться больше помогать больше заботиться о ком-то да и вот этот свет который вы излучаете и передаете дальше вы будете видеть как он отражается в лице другого человека и вот и конечно же он будет освещать нас вот это было такое небольшое напоминание о том что важно радоваться самому и таким образом мы будем таким большим примером для наших детей для наших близких да не ожидая чтобы это кто-то делал для нас да он должен она должна меня повеселить да наше счастье зависит только от нас и этому нужно учиться упорно и долго каждому из нас вот всем хорошего вечера спасибо большое за наш сегодняшний эфир и надеюсь это каждому в чем-то может быть поможет в чем-то сделает вас радостными понимание того что у вас есть все для радости и для счастья вот доброй ночи